друзья сегодня пойдем вот на это море смотреть добрый день дорогие друзья анапа плюс 18 пионерский проспект и мы сейчас с вами находимся в узле ривьеры до проход куралом туда дальше юность называется санаторий с той стороны находится бимлюк а туда голубые ели или спали автокемпинг и парковка хочу сначала рассказать о том что у нас вчера в анапе произошло два пожара один из был на плавнях потушили все хорошо а во втором цибонобалки сгорел дом никто не пострадал на полностью выгорел дому многодетной семьи это очень печально события там сейчас потихонечку собирают люди денежку на помощь вещами помогают людям страшные события посмотрите видео как это было со взрывом газового баллона сейчас машины там загорятся а хозяева где-то смотрела часть крыши уже опалилась хозяева где-то неизвестно даже не знаю кто в доме может быть здесь не знаю какая-то проводка живенькая загорелась и видишь она всему дому как прекрасно идем по пионерскому просмотру перту птички поют зелень и солнышко только в перистых облаках немножко но все равно ультрафиолет давит у меня после песка вчера глаза немножко болят поэтому в очках зелень красота но на место зелени приходят парковки эти уже четыре звезды алиан ривьера фмл резорт сделали новые входы здесь я приехал специально чтобы показать насколько некрасиво себя ведут данные деятеля по крайней мере лично для меня это личное мнение если вы с ним согласны пишите в комментариях обязательно решили увеличить себе парковочку за счет своих каких-то территорий а именно за счет пионерского проспекта вот этих зеленых пространств которые именно создают здесь уют и красоту приходят такие вот покрытия неужели у них на территории нигде не нашлось больше не чтобы сделать это и вот пионерский проспект нас постепенно закатывается в асфальт выглядит это не сказать что плохо ничего не сказать то есть лучше бы деревьев кустов чего-то такого понасадили а так получается очень печальная картина ну лично для меня по крайней мере очень обидно видеть во что превращается пионерский проспект парковка это не для всех там вот видите у них флагбаум стоит на выезде то есть это лично для этого санатория ален отзывы то они не очень хорошая вообще бывшая ласточка там часть территории именно его я не помню как называлась территория а это пионерский проспект здесь у нас есть велодорожка которая идет у нас до мечты санаторий который за голубыми елями находится можно доехать это на велосипеде что очень-очень является большим плюсом но все равно большинство ездят по пионерскому проспекту так как им не нравится на извилины этой дорожке хотелось чтобы у нас вообще весь пионерский проспект был такая хорошая классная дорожка когда делают парковки они встречаются и на этой велодорожке то есть машины переграждают ее и вся ее целесообразность пропадает эти земельные участки берутся в аренду под использование там на сколько-то лет ну вот кто их выдает то выдает такие разрешения кроме озеленения на пионерском проспекте прям печально выглядит конечно мы с вами сегодня будем смотреть тополитный проезд тополитный проход к морю все больше зелени появляется но здесь пионерский проспект славится своими соснами они вечно зеленые сидишь будто лето особенно в такую температуру на градуснике мне возле дома показывал плюс 17 приехал на пионерский проспект плюс 18 сегодня у нас отжимной опять ветер северный но здесь он не чувствуется продувается сквозь лиман и туда на витязевской косе мой градусник вообще показывает 19 и 1 температура потихонечку растет но погода прям супер для прогулок жалко что сегодня не выходной день а понедельник вот голубые ели туда можно заехать припарковаться а это сам проход здесь сделали тротуар отдельно дороги парковочных мест как вы понимаете здесь принципе нигде нет кроме как платные парковки там то что есть разбирается летом еще говорится со вчерашнего дня тополя у нас постепенно выпускает листву и вот таким вот методом вы потихонечку идете к морю курсируют от ривьеры от урала такие машинки электрокары которые перевозят отдыхающих непосредственно к морю это большой плюс эти бабочка полетела красота дуванчики зеленые газончики все выглядит шикарно здесь сейчас постепенно идет подготовка к летнему сезону смотрю что должны это торговые ряды открылись вот уже метод аптеку к открытию так как на майские праздники у нас наши вот эти четырехзвездные отели как всегда забиты и все спешить так сказать подготовиться к первому числу чтобы понимать отдыхающих гостей так что приезжать на выходные понемножку люди оздоравливаться и отдыхать на пляжах ну а здесь уже для них все готово куча разнообразных сувениров которые можно увезти домой подарить это что-нибудь ненужное своим друзьям товарищам кстати еще один указатель парковка для тех кто приезжать будет в эти места думаю что будет очень полезно знать что они здесь есть что можно заехать и тоже плотно припарковаться целая большая зона артик гостевой дом гостиниц здесь очень много друзья мои украшивания происходит таких клумб тут поставили заборы чтобы не парковались машины на этой территории это в принципе плюс единственно хотелось бы чтобы эта зона была одинаково вся красивая плиточка не так кусок бетона кусок там еще другого бетона чтобы это все выглядело симпатично соответствовало так сказать тем деньгам которые здесь собирают за проживание поверьте мне здесь отдых стоит очень недешево с левой стороны видим гостевые дома авдалия люксари хаос туда дальше там еще есть это все что было построено уже за бемлюком так сказать вылезли за красную линию со времен ссср уничтожив частично дюнам это как говорится было уже давно краев тут не найдешь всегда у нас кто прав кто виноват разнообразные работают здесь заведения там он белый песок он называется отель очень их здесь много вот шлакбаум красивущий ограждает от выезда на пляж транспортных средств это только в плюс здесь столовая это внутри ее показывал в одном из своих стримов и еще отеля 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 здесь разнообразную выпечку продают но в этой точке а вот сюда приезжают эти электромашинки которых краски привозят отдыхающих вдоль прогуляться не получится здесь у нас забор на пляже основание конечно не понятно потому что не должны перекрывать сказать для людей прогулки по нашим реакционным ресурсам пляжем а должны их использовать только для благоустройства и все но видите когда есть деньги можно не только проспект это сносить но и забор устанавливать любые здесь мы видим работали грейдеры расчистили проходы к морю хотя ориенбиска здесь был не намного выше чем сейчас но хотя бы здесь пытаются навести какие-то правые порядки фруктовое дерево в дюнах цветет красотища дюну нас уже покрылись первой зеленью бог серебристый тоже выпускает свои листочки здесь как будто ураган какой-то прошелся это тоже много песка вывозили видите они подкапаны аж домики завалились настолько сильно пытались убирать здесь песок с правой стороны тоже выставляется пляж не значит на кому он относится нету пока обозначений мы будем надеяться что вот тот же самый белый песок не будет сносить дюны чтобы организовать себе проход на море по крайней мере мне этого хочется какой теплый песочек ребят прям иду он попадает на ноги так тепло хорошо становится хочется босичком гулять но это наши шикарнейшие пляжи пионерского проспекта лучшие мне кажется в мире к ним только достойное отношениях надо и уважение туда вообще все будет прекрасно как вам виды друзья пишите то есть видите дюны как были здесь их разровняли еще и заборами перекрыли ну просто снос дюн это давно тоже было но каждый год усиливается только что хотят больше территорий своим гостям искать предоставить но это все приводит только к даже можно посмотреть да вот смотри дюны там снесены здесь оставлено вот этот такой бац перешечек пляжик сузился туда пляж по щире кастки потому что дюны останавливают и ветровую нагрузку и пробывание слышите какое море манящее там смотрю ребята ищут золото дай бог чтобы нашли у нас разнообразные находки вот вчера был возле пирсов джемоте там вообще водолаза работали о какая хорошая водичка так возле моря температура воздуха дорогие мои друзья 20 и 9 21 градус пожалуйста и водичку сейчас будем с вами замерять красота море друзья 14 и 6 14 и 4 показывает по-разному там джемоте очень много людей на пляже что тоже порадовало а там на пляжике опять что-то дымится например печалька говоришь не хочется пожаров они вас приходят как хочется чтобы как можно меньше было разнообразных катаклизмов пожаров что все было только хорошо и мирное небо над головой дай бог нам скорейшего всего этого но я вас приглашаю в анапу друзья приезжайте выбирайте отдых по своему вкусу вариантов очень много обращайтесь джаннику если что номер телефона его видите сейчас на экране он вам поможет разместиться практически во всех пунктах так сказать анапского района вариантов очень много и стопроцентная гарантия что у вас все будет хорошо вас никто не кинет людей будет в этом году немерено уже вот с первого мая у нас ожидаются огромные заезды ну и такое море чистейшие красивейшие конечно же ждет вас всех я надеюсь что вам видео сюжет этот зашел от души вы поставите лайк подпишитесь на группу вконтакте юрий озаровский очень прошу в дальнейшем там будут розыгрыши будем очень много проводить также в телеграм-канале заходите участвуйте сейчас будем разыгрывать маечки от армии россии и также друзья вам всем привет черноморский с вами был юрий озаровский и по традиции конечно же море мои дорогие собрался уходить вышел солнце и прям печет ведь а прям граница такая то место пойдем еще раз на море посмотрим уже под солнцем но будет еще красивее вообще вот эта погода друзья мои фантастика смотрите какая красота называется вау эффект и она порядочком друзья мои вышло солнце и здесь фантастика до 24 и 2 поднялась температура красота хочется в море мужчина шел разделся уже пошел обливаться водой настолько жарко стало было и 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...